Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давно хотела сесть уже и записать это видео. Мне кажется, это видео должно было быть вообще самым первым на моем канале на YouTube. Но так вышло уже спустя два года. Я снимаю только сейчас это видео. И сегодня хотела бы с вами поговорить, что делать в случае, если вам отказывают в выдаче карты побыта. Что делать, если вам дают депортацию. Но и как вернуть свои деньги, которые вы оплатили за карту временного побыта, либо же за карту усталого побыта. Ну, в общем, за любой вид на жительство. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Наверное, для каждого иностранца самое худшее услышать от ужин, да, либо же от стражи граничной, что вас депортируют, либо что вам отказывают в карте. Что делать дальше, неужели придется возвращаться обратно в свою страну и никогда не приехать сюда работать, либо же не привезти свою семью сюда. Так вот, выход есть, конечно же, не нужно отчаиваться. Главное, правильно поступить в рамках закона. Помните еще также, если вам отказывают два раза о выдаче карты временного побыта, на третий раз вы не имеете права уже подавать на саму эту карту побыта. Еще очень важно знать также, что любой отказ, любая депортация, любое аннулирование виз, карт и всего остального очень сильно влияет на будущее ваше здесь, на территории Польши. Влияет также на карту резидента, например, на столевый побыт, либо же вообще на гражданство Польши. Совсем недавно я в инстаграме опубликовала пост о том, как дойти до гражданства Польши и вообще сколько лет нужно пробыть на каждом виде из жительств. Поэтому, если вы не подписаны на мой инстаграм, вы также можете найти эту информацию у меня в группе на фейсбуке и более детально ознакомиться с этим. Я уже не раз вам также говорила, что если вы подаете на карту временного побыта, либо же на любой другой вид на жительство, и у вас заканчивается, например, виза, у вас заканчивается освещение, зазволения нет еще на руках, с печатью в паспорте, либо же с определенной такой бумажкой, которую выдает вам инспектор при подаче документов на легализацию, вы имеете право нелегально находиться на территории Польши. Да, вы не имеете права работать, прежде чем вам приступить к работе, вы должны иметь определенный пакет документов, но находиться на территории Польши вы имеете право. Выезжать в свою страну вы также имеете право, но нужно помнить, что для того, чтобы въехать на территорию Польши, вы можете воспользоваться либо же биометрическими днями, если у вас они остались, если вы с другой стороны не с Украины, тогда вам нужно делать любую визу для того, чтобы въехать. Печать, которую вам ставят в ужине для иностранцев, не дает вам права въезжать, либо же путешествовать по странам Шенгена, тем более вам не дает права работать на территории Польши. Этот нюанс нужно учитывать, потому что каждый день поступают одни и те же вопросы по поводу штампа в паспорте, и очень многие думают, что штамп в паспорте дает вам легализацию как в работе, так и в побыте. Если так получилось, что прошел уже большой период времени, и вам не приходит никакой ответ по карте временного побыта, вы идете узнавать в ужин по делам иностранцев, и оказывается, что у вас либо же завершенное дело по карте временного побыта, либо же у вас вообще отказ. Да, не будем укрывать тот факт, что письма приходят очень долго, и иногда нужно узнавать информацию по вашему делу. Если же все-таки так получилось, что у вас отказ в карте временного побыта, вы имеете право в течение двух недель от момента получения письма о отказе на выдачу карты временного побыта обжаловать свое дело. Наверное, многие сразу удивятся, почему отказывают в карте временного побыта, либо же в любой другом виде на жительство, если я принес внесок, у меня есть договор, все вроде-то есть, почему же тогда отказывают? Отказывают могут в разных ситуациях, все зависит от вашего пакета документов. Иногда, даже сами вы, не зная всех тонкостей закона, можете не заметить этого. Очень частые ошибки, это когда у вас закончился договор на аренду жилья, и вы не принесли новый, если вам не продлили договор по работе, если вам не дали новое разрешение на работу. Но и в худшем, это когда ваше разрешение на работу начинается позже, чем написано в договоре. То есть, бывает так, что вам дают договор, и там, например, дата стоит, что вы можете приступить на работу с 12 мая. Но дают вам еще также, например, освещение, либо же изозволение на работу, и там указана дата, что вы можете приступить только с 16 мая. Так вот, по закону вы обязаны приступить не с 12 мая, а с 16, именно с той даты, которая указана на приглашение. Но и опять же, с вами не могут заключить договор на работу раньше, чем разрешение на работу. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И вот здесь у многих начинаются проблемы, и вот из-за этого могут быть также проблемы. Дальше. Если вы не сдаете ПИТы, то есть, если вы проработали официально, то вам, как я уже давно рассказывала, вы дают ПИТ 11, вы должны рассчитать ПИТ 37. Так вот, если вы не сдаете эти ПИТы, то вам тоже могут отказать в карте временного побыта. Кажется, вроде там мелочь, почему я должен там отчитываться, если, по сути, они мне должны вернуть деньги. Но не всегда так бывает. Иногда у некоторых иностранцев бывает недорасчет по налогам, и даже бывает 0,01 грош, вам нужно будет доплатить. Так вот, если вы его не доплачиваете, то идет ПИНЯ, и также идет штраф за то, что вы не отчитываетесь за свои налоги. И еще одним моментом, которым могут вам также отказать о выдаче карты временного побыта, это когда вы не платите страховку, либо же ваш работодатель не оплачивает за вас страховку. Если вы мне сейчас зададите вопрос, как же проверить, платят ли работодатель за меня налоги, платятся ли страховые взносы, все это вы можете сделать самостоятельно, просто обратиться в каждый орган. То есть, например, вы можете прийти в налоговую по месту вашего прописки, дать НИП, либо же ПЭСЛ, и проверить, платятся ли налоги. Точно так же касается и страхового взноса, то есть, вы можете обратиться в компанию ЗУС, либо же в учреждение НФЗ, либо же в другую страховую, где именно подкреплена ваша работа. Это может быть и Свисмет, и Люксмет, если это приватные страховые. И там проверить, платятся ли страховые взносы за вас. Как я вам уже и сказала, что если вам приходит отказ по карте побыта, вы можете подать на апелляцию, и можете это сделать в течение двух недель с момента получения письма на почту. Далее, после того, как вы подаете на апелляцию, вы находитесь на территории Польши легально. Самым важным фактом нужно учитывать, что было написано в письме, то есть, в связи с чем вам отказали в карте временного побыта. Если некоторые нюансы вам непонятны, то советую вам обратиться к знающим, толковым людям, которые помогут вам разобраться в этой ситуации. Еще одним моментом, точнее, еще одним советом, который я хочу вам дать, это обратиться не к первому попавшему юристу, либо адвокату, а поройтись по двум-трем и узнать каждого, что они скажут. Да, возможно, в некоторых ситуациях это может быть затратно, если у вас нет таких знакомых, которые уже точно прошли этот путь. Потому что не раз уже были такие ситуации, когда один юрист говорит одно, второй юрист говорит третье, а четвертый юрист вообще в итоге говорит правильную информацию, которую вам нужно было на самом деле сделать. То есть, иногда даже с помощью этих консультантов юридических можно сделать даже себе хуже. Если же вам отказали в карте временного побыта, либо же вы сами хотите отказаться от карты временного побыта, то есть вы понимаете, что вам нет смысла ее ждать, вы можете поехать в Украину, например, либо же в свою страну другую, откуда вы приехали, сделать воевудскую визу, да, и в итоге приехать работать, и вам эта карта не нужна, вы, конечно же, можете прийти и написать заявление вашему инспектору об отказе о выдаче карты временного побыта, либо же, если вам сам приходит, само приходит письмо о том, что вам отказали, вы имеете право вернуть свои деньги за оплату, за карту временного побыта. Сумма возврата такая же, как и вы оплачивали, это либо же 440 злоток на карту временного побыта и работу, либо же 340 злоток на карту временного побыта, то есть это когда по у вас соединению семьи, либо же по другим обстоятельствам, либо же когда вы подаете на карту для детей. Все, что вам нужно будет прийти в сам ужин, где вы подавали документы на карту временного побыта, написать заявление, прикрепить также квитанцию, а также прикрепить децизию об отказе на выдаче карты временного побыта. И все это отдать в ужин. По закону в течение 5 лет вы можете вернуть эту сумму. Возврат идет по закону вообще от 3 до 6 месяцев. В некоторых воеводствах проходит это в течение буквально 1 месяца-1,5 месяца, конечно, в других воеводствах тянут до последнего, иногда даже до года, но вам мой совет, если вам уже тянут полгода и не возвращают эту сумму, тогда нужно просто прийти, напомнить о себе то, что вы подавали заявку о возврате денег, и тогда ваше дело немного ускорят и поставят его просто в приоритет. Что делать в случае депортации? Депортация, наверное, для многих это просто самое ужасное слово, которое могут произнести, потому что это по сути, ну, небольшой, можно так сказать, но крест уже на будущее. Депортацию вам могут дать от 6 месяцев до 10 лет, в зависимости от ситуации, которая происходит у вас, и в связи с чем у вас депортация. И депортация может быть как именно только в страну Польши, как и по всей Шенген-зоне. Депортацию тоже можно обжаловать, самое главное правильно это сделать. Здесь тоже я вам советую нанять знающих людей, которые занимаются этой проблемой. Депортацию могут дать, конечно же, если вы работаете на территории Польши нелегально, если ваша поездка не соответствует действительности, то есть, если у вас выдана рабочая виза в Польшу, а вы работаете в Чехии, либо в Германии, либо же вообще просто отдыхаете где-то в других странах. Также, если у вас поддельный документ, если вы, конечно же, несете угрозу национальной безопасности, если вы торгуете запрещенными товарами, депортировать вас не могут в нескольких случаях. Если вы являетесь супругом гражданина той страны, с которой вас хотят депортировать, если вы ребенок гражданина Польши, также вас не могут депортировать, если в вашей стране есть угрозы для вашего пребывания, но и также вас не могут депортировать, если вас преследуют в вашей стране. Также стоит отметить, что отменить депортацию вы имеете право во всех случаях, если у вас не числится никаких долгов по налогам в той стране, с которой вас хотят депортировать, если вы не несете никакой угрозы национальной безопасности, ну и также если вы не были осуждены на условное лишение свободы. Самое главное, это нужно будет написать письмо в страж граничную, объяснительную на апелляцию, предоставить все документы, также вам нужно будет потом заплатить штраф и еще одним моментом, самым главным, помните, что если вы подаете на апелляцию, вы не имеете права здесь находиться легально на территории Польши, то есть в течение месяца вы должны выехать. На этом у меня сегодня все, надеюсь, видео для вас было полезным и информативным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы хотите видеть в ближайшее время, что вас больше всего сейчас интересует, возможно, хотите видео вопрос-ответ, либо еще что-то, в общем, жду ваших комментариев. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока!